Девушки отдыхают Это самое главное И это то, что легко потерять А потом сложно купить Решать только вам Если вам от 18 до 65 Вы недовольны своим весом или формами У вас проблемы с уверенностью в своей красоте Тогда примите участие в реалити-телеканале М-Телевизион «Строенное и счастливое» 16 шагов к идеалу Вы можете присоединиться к проекту «Строенное и счастливое» 16 шагов к идеалу в любой момент Справки по телефону 292-16-35 8-917-36-99-999 Приветствую вас, уважаемые телезрители И дорогие участницы тех проектов Руслан, здравствуйте Скажите, пожалуйста, через некоторое время Наш проект закончится И как настроиться психологически Как не сорваться Уже без поддержки Без вашей поддержки Чтобы продолжать строить дальше Смотрите, вопрос, похоже, очевидно популярный Да, то есть В общем-то, речь идет о том Насколько вы за то время Которое у нас есть Вам удается вообще выяснить Ту психологическую составляющую Вашей пищевой зависимости Которое вы имеете Либо, если пока совершенно не ясно Как так происходит Что на психологическом уровне Толкает вас доедание К этим средам И так далее Тогда важно будет Более основательно Чем у нас было возможно Здесь Но и не должно Может быть, в конфиденциальной остановке Эти вопросы выяснять Потому что, ну Просто настройка То есть если у вас внутри Все по-старому Принципиально не изменилось То есть и какие-то Те внутренние причины Которые вас толкают На заедание Остаются То естественно Будут срывы Ну, экономеры Поэтому важно выяснять Как я так устроен Что я такого в жизни В своей делу То есть как моя жизнь устроена Таким образом Что-то Я где-то проскакиваю Может быть, свои потребности В каких-то ситуациях Или еще что-то происходит Что я потом пытаюсь Себе Ну, подсластить жизнь Или что-то заесть Заживать Да, то есть Ну, это все Вообще здесь Спасибо большое Да, в продолжение вопроса Лены Хотелось бы узнать А спиртные напитки Накануне Если есть какая-то тревога Мандраж Или перед выходом Это можно? Ну, можно бы Что-то спросило На всю республику Можно спросить А что я спросила На всю республику Можно ли выпить? Шалпас Можно шарпунца? Нет, нельзя А можно Антитепрессантов? Нет, нельзя А можно Короткие две-три конфет Слопать Можно так спросить Нет, просто Ирина Ждет богословение Да? Психолог А вот так Сейчас психолог Слажь, что можно И все напьемся Нет, я не буду Учитывая, что алкоголь Да, как-то Алкоголь Как наркотическое средство Да, то есть Ослабляет какие-то нервные Прохождение нервных импульсов Реакции Да, притупляет чувствительность То Ну Вот эту вот тревогу Он может потеснить Да, другое дело, что это будет примерно тот же путь Как заедание там пирожком там Или чем-то сладким Да, то есть попытка решить проблему Но нанося ущерб себе и своему организму А подходит ли вам такой вариант уже Особенно в данном проекте Да Если бы не было проектов Спасибо Саньян, здравствуйте Да, Fashion Beauty Day Осталось считанные недели А сегодня на дефиле всего две участницы Как так? Сегодняшний дресс-код – это красный Красный цвет страсти, цвет любви Видимо, не все участницы готовы примерить на себя столь дерзкий образ А зря, зря Ведь красный цвет привлекает внимание Девушка в красном – в центре внимания Однозначно Ну что ж, сегодня мы с вами займемся тем, что Пофтопозируем Будет и дефиле, и урок фотопозирования Хорошо Я предлагаю встать таким образом Чтобы вам было удобно Для стандартной фотосессии Есть определенные нюансы Во-первых, для того, чтобы казаться Стройнее на фотографии Нужно вставать в центр То есть, если вы встанете в центр фотографии Вы визуально будете казаться стройнее Если же вы встанете по краям То вы визуально будете смотреться более полной Запомните этот вариант Поэтому на премии всех расталкиваем и лезем в центр Идеальная подировка для фотосессии Для любой фотосессии Первое правило Ногу ставим Пяточка правая напротив левого носочка Таким образом, ваш силуэт становится более утонченным Покажите мне Хорошо То есть, прям напротив Ножку чуть сгибаем Ни в коем случае мы не прижимаем к себе руки То есть, объясняю Любую, даже самую хрупкую ручку можно испортить Вот Мы ее прижали Все, рука уже некрасивая То есть, поэтому, как вариант Или ручки свободные То есть, или вот Позировка фэшн То есть, сюда не кладем К себе не прижимаем По постановке подбородка, да? То есть, ни в коем случае мы к себе не прижимаем И слишком высоко тоже мы не задираем Иначе у вас будет такое ощущение, что как бы, ну, нос такой вот Большой Какой-то не такой, да? То есть, если же вы будете слишком напрягаться То есть, у вас будет второй подбородок То есть, поэтому мы как будто подбородок кладем на полочку То есть, и вот чуть от себя То есть, попробуйте Как будто вот вы положили все Отлично Первая удачная поза Это ваша Хорошо Вторая удачная поза Можно поставить ножки на ширине плеч И одну ножку чуть убрать в сторону При этом мы не ломаем ногу с каблуком, да? То есть, мы ее не кривим Иначе будет такое ощущение казаться Ну, на фотографии якобы у вас кривоватые ноги То есть, тут можно одну ручку поставить Можно убрать ручки То есть, вот просто они у вас могут по телу Как бы, ну, аккуратненько, то есть, прилегать То есть, вот сюда можно Можно аккуратненько сюда Если сумочка, то есть, вот И помним, что не прижимаем вот таким образом руку То есть, вот, опять у нас большая она Отлично Можем аккуратненько подтянуть Подтянуть ножку, да Но таким образом, чтобы коленочка была напротив коленочки То есть, пам-пам То есть, вот Тоже Подтянули, вот коленочка, одна практически закрывает вторую коленочку Опять-таки силуэт становится визуально более худым Отлично, поворачиваемся боком Тут лучше не открытая поза, а закрытая Подтянули живот в себя, тянули ножку Отлично, одну ручку поставили, обозначили Опять-таки не прижимаем, то есть вторую можно сюда, сюда аккуратненько То есть сюда можно Опять, и конечно же обращаем внимание на то, чтобы слишком у вас не была сильно вывернута голова То есть неестественные позы мы не принимаем То есть все должно быть естественно Хорошо, а сейчас мы с вами сделаем такую небольшую игровую ситуацию Что вот, вы вышли, скажем так, вы вышли в широкие массы Не будем говорить, что вы после какого-то интервью То есть у вас фотосессия То есть и давайте три интересные позы для фотосессии Придумайте мне Первая поза Да, вместе, можете вместе А вообще любую? Любую, абсолютно любую позу Хорошо, мне все нравится Но единственное, что вот эту вот ручку, да, чуть-чуть тогда сюда Вот, тут хороший вариант Даже если вы руку к себе прижали, она закрыта, да То есть как бы вам так нельзя Потому что иначе у вас будет некрасиво И то же самое подбородок Что с лицом? Можно чуть-чуть улыбнуться Не умеете улыбаться, ухмыльнитесь Хорошо, отлично Ваша поза Вы пока думайте вторую Угу, хорошо Вот это очень хорошо Да, то есть отлично, мне все нравится И вот ножку тогда прямую Ставим прямую Угу, хорошо Второй вариант позы Ну вот Сразу говорю, ошибка То есть вот Неестественная, да То есть как бы шея То есть вы можете Только делаем вид То есть если вы вытягиваете вас, кадык сразу Как бы горло некрасиво И нос Нос опять Да, вот просто вот так Ну, опять-таки То есть Эти позы хороши Во время Видеопозирования То есть во время Фотопозирования Все-таки лучше Что-то более естественное Чем естественнее, тем лучше Да, то есть Если вы будете Выдумывать там Какие-то фэшн То есть как бы Это будет не есть хорошо Отлично Ну что ж, дорогие участницы Сегодня мы с вами узнали Что такое фотопозирование Точнее, самые основы Я думаю, что в вашей жизни Пригодится И так же, как умение И фотопозировать И умение дефиле У нас с вами остались Считанные уроки Очень жаль, что вы ходите В таком составе Я просто-напросто боюсь Как выступят остальные участницы Но я думаю, что вы у меня справитесь На отлично Молодцы Спасибо